10 натуральных способов избавиться от зубного камня. Тартар отлично сочетается с рыбой, но никому не понравится тартар на зубах. Я говорю о кишащем бактериями налёте, который затвердевает и ложится пятнами на ваши белые зубки. Если от него не избавиться, он становится твёрдым и может привести к заболеванию дёсен. Не говоря уже о том, что жёлтые пятна могут заставить вас стесняться своей улыбки. Но не волнуйтесь, у вас есть всё, что нужно для борьбы с налётом прямо на кухне. Представляю вам 10 совершенно натуральных способов избавиться от зубного камня. Пока мы не перешли к рецептам, не забывайте, что на нашем канале вы найдёте тонну полезных видео вроде этого. Присоединяйтесь к нам официально, нажав «Подписаться». Пока вы ещё здесь, позвоните в колокольчик уведомлений, чтобы не пропускать наши ежедневные обновления. Номер 10. Пищевая сода и соль. Можно начать с простого, но эффективного способа удаления зубного камня. Смешайте 1 столовую ложку пищевой соды со щепоткой соли и нанесите смесь на зубную щётку. Ещё вы можете добавить её к своей обычной зубной пасте. Просто не чистите зубы содой чаще раза в неделю, поскольку её абразивность может повредить эмаль. Кроме помощи в борьбе с зубным камнем, у соды есть множество других свойств, полезных для ротовой полости. Она поддерживает здоровый уровень pH. Её противомикробные свойства уменьшают количество вредных бактерий во рту. А ещё она помогает устранить пятна зубов, делая вашу улыбку белее и ярче. Многие считают, что сода опасна для зубов, поскольку содержит алюминий. Это не более чем распространённое заблуждение. Пищевая сода не содержит алюминий, хотя он может быть в составе некоторых видов разрыхлителя. И даже там не чистый алюминий, а его производные. И всё же пищевая сода довольно абразивна. Так что опять же, не чистите ею зубы чаще раза в неделю. Номер девять. Апельсиновая кожура. Вы когда-нибудь задумывались, что делать с апельсиновой кожурой? Стыдно просто её выбрасывать, знаете? Больше не придётся. Если вы хотите избавиться от пятен на зубах и зубного камня, просто потрите зубы белой частью кожуры в течение двух-трёх минут. Ещё вы можете превратить её в кашицу и наносить на зубы. Чтобы вы не выбрали, прополощите рот прохладной водой после процедуры. Можно использовать средства из апельсиновой кожуры два-три раза в неделю. Цитрусовые в целом хорошо помогают убрать пятна налёта из-за содержания кислот. Апельсиновая кожура в частности содержит растворимую клетчатку, витамин С, пектин и лимонен. Эти вещества служат своего рода профилактикой, борясь с остатками пищи, которые иначе накапливаются на зубах. Кроме того, некоторые из них являются натуральным отбеливателем, например, лимонен. Это составляющая многих средств для отбеливания зубов. Ещё одно преимущество использования апельсиновой кожуры для поддержания здоровья зубов в том, что она не настолько кислотная, как сам фрукт, поэтому не разрушает эмаль. Номер восемь. Лимонный сок. Замените апельсиновую кожуру лимонным соком, если хотите более быстрых и заметных результатов. Лимонная кислота не только растворяет налёт, но и отбеливает зубы эффективнее апельсиновой кожуры. Окуните зубную щётку в свежевыжатый лимонный сок и аккуратно потрите зубы. Оставьте на минуту, прежде чем смыть. Поскольку этот способ более едкий, используйте его только раз в две недели, иначе рискуете серьёзно повредить зубы. Если у вас чувствительные зубы, скорее всего, вам лучше выбрать другой способ устранения налёта. Лимонный сок содержит слишком большое количество лимонной кислоты, которая может привести к более повышенной чувствительности зубов. В некоторых случаях она способна лишить зубы кальция, это серьёзная проблема, поскольку потерю кальция невозможно восполнить. Номер семь. Семена кунжута. У семян кунжута масса способов применения за пределами кухни. Их можно использовать против выпадения волос, для заживления ран, предотвращения укусов насекомых, лечения обморожения и, конечно же, для удаления зубного камня. Они действуют как натуральный скраб, полируя и очищая зубы. Всё, что от вас требуется, это сжевать одну полную столовую ложку семян. Вам нужно разжевать их до пастообразного состояния, не проглотив в процессе. После того, как вы успешно справитесь с этим испытанием, возьмите сухую щётку и почистите этой пастой зубы. Этот способ можно использовать дважды в неделю. Дополнительное преимущество кунжутных семян в их способности снижать численность стриптококка во рту. Это те самые жутко заразные бактерии, которые вызывают ангину. Номер 6. Перекись водорода и ополаскиватель для рта. Поскольку оба ингредиента обладают высокоэффективными антибактериальными свойствами, вместе они становятся отличной командой. Смешайте одну столовую ложку антисептического ополаскивателя с тремя столовыми ложками трёхпроцентного раствора перекиси. В течение пары минут прополощите рот смесью, а затем водой. У перекиси есть дополнительное преимущество в виде отбеливания зубов. Соответственно, её можно использовать двумя способами – как ополаскиватель или как пасту. Во втором случае смешайте её с двумя чайными ложками соды и оставьте полученную смесь на зубах на 2 или 3 минуты, после чего смойте водой. Номер 5. Кокосовое масло. Ещё один ингредиент, который можно найти в кухонном шкафу – кокосовое масло. В популярной процедуре под названием «масляное полоскание» кокосовое масло впитывает токсины во рту, уменьшает количество зубного налёта и камня и помогает избавиться от несвежего дыхания. Более того, оно оказывает антибактериальный эффект на все микроорганизмы, решившие поселиться у вас во рту. Погоняйте во рту одну или две ложки кокосового масла в течение 10-15 минут. Не волнуйтесь, оно приятное на вкус. Затем выплюньте его и хорошенько прополощите рот тёплой водой. Номер 4. Клубника и помидоры. Помидоры и клубника богаты витамином С, поэтому если вам не подходят лимон и апельсин, можно использовать их. Разомните или смелите любой из них в пасту и нанесите на зубы, оставьте на 5 минут, а после прополощите рот водой. Но если у вас чувствительные зубы, вы должны быть очень осторожны с клубникой. Клубника содержит аскорбиновую кислоту, которая может повредить эмаль. Если вы всё же выбрали этот способ, после полоскания рекомендуется чистить зубы в торс, содержащий пастой. Номер 3. Алоэ вера и глицерин. Это сочетание представляет собой квинтэссенцию пользы для зубов. Смешайте 1 чайную ложку чистого геля алоэ вера, 4 чайных ложки овощного глицерина, 10 капель эфирного масла лимона и 4 столовых ложки соды в стакане воды до получения однородной пасты. Чистите ею зубы раз в день, пока не увидите, что зубной камень становится менее заметным. Повторяйте процедуру раз в 3-4 дня. Алоэ вера помогает лечению зубов и дёсен, в то время как лимонное масло борется с бактериями. Номер 2. Гвоздика. Эту специю уже давно используют как средство от зубной боли. Она также убивает бактерии в ротовой полости. Смелите гвоздику или найдите готовый порошок. Добавьте немного оливкового масла и нанесите смесь на пятна. Ещё один способ применения гвоздики – это регулярно жевать её для уменьшения неприятного запаха, вызванного бактериями во рту. Попробуйте этот способ вместо привычной жвачки. Номер 1. Сангвинария. А вот и слегка необычный способ удаления зубного камня. Сангвинария – это растение, также известное, как кровавый корень. Но всё не так страшно, как кажется на первый взгляд. Экстракт сангвинарии часто добавляют в зубную пасту. Это безопасная антибактериальная вытяжка, которая эффективно уменьшает зубной камень. Просто добавьте 3-4 капли экстракта сангвинарии в стакан тёплой воды для получения ополаскивателя. Его можно использовать каждый день или даже дважды в день. Все эти натуральные средства работают, если скопление зубного камня ещё не достигло критической отметки. Если достигло или у вас слишком чувствительные зубы, которые сильно реагируют на кислоту, пожалуйста, проконсультируйтесь со стоматологом, прежде чем пробовать любой из этих способов. Есть специальные методы устранения налёта и камня, которые могут осуществлять только профессионалы. Вы когда-нибудь пользовались каким-либо из этих рецептов для устранения зубного камня? Вы знаете другие эффективные способы избавиться от зубного налёта? Поделитесь со всеми в комментариях под видео. Не забудьте поставить лайк, если видео оказалось полезным. И кликните подписаться, чтобы присоединиться к нам на яркой стороне жизни.